Экспедиция «Белый медведь», «Замороженная пехота», «Туастрейт и Урнал», США Марк Юст, «Туастрейт и Урнал», США 9 мая 2019 года 40 лет тому назад во время школьного семинара о Первой мировой войне я спросил учителя, знает ли он, что в годы той войны американские войска воевали в России Он вежливо отделался от меня как от назойливой мухи, сказав просто, что наши войска никогда не были в России Но я знал, что были, и все благодаря Говарду Вильшаферу, Ауарту Вильшафер Говард Вильшафер был дедушкой моего друга, ветераном Первой мировой войны и одним из тех американцев, которых в 1918 году отправили в Россию Он то и рассказал мне о летой зиме, проведенной им на Кольском полуострове Один телефонный звонок от Говарда, и учитель практически гарантировал мне пятерку Джеймс Карл Нильсон, я месь Чарл Нильсон, тоже заслужил пятерку за свою отличную книгу «Экспедиция белый медведь» «Ты поларбиар экспедицион», в которой он пишет о героях забытого американского вторжения в Россию Книга начинается с краткого обзора военных событий до осени 1918 года К тому времени большевики свергли царя, начали свой этапический социалистический эксперимент и вышли из войны с Германией Поскольку немецкие войска направлялись на Западный фронт, американцам надо было последовать их примеру Причину союзники нашли быстро На северо-западе России в Мурманске, находящемся на южном берегу Баренцева моря, на складах хранилось большое количество американской военной техники и имущества, которые были направлены туда на помощь царской армии в ее борьбе с коммунистами «Было беспокойство, что немцы смогут легко захватить Мурманск, пишет Нильсон, и создать там базу подводных лодок, чтобы нападать на суда Антанты Поэтому 4400 военнослужащих из 339-го пехотного полка были направлены в Россию для охраны этих припасов Данная операция была неправильной с самого начала Во-первых, президент Вильсон запутал ее задачи и порядок проведения, когда отдал приказ оказывать столько помощи русским, сколько допустимо, в организации их самообороны Это было трагически невразумительное заявление, из-за которого задачи операции были размыты Более того, эта операция появилась на свет по причине паранойи Практически не было никаких свидетельств того, что немцы планируют наступление на Мурманск Однако запутавшиеся умы союзников безудержно рассматривали самые разные погубные возможности 339-й полк называли Детройтским, потому что новобранцев туда брали в основном из Мичигана Нильсон рисует яркие портреты некоторых солдат, в том числе, футболиста из Джорджтауна Гарри Костело Которого знаменитый олимпиец Джим Торп позже назвал лучшим игроком, против которого я играл В 1922 году Костело напишет собственную книгу «Зачем мы отправились в Россию?» Который Нильсон использовал в качестве первоисточника, как большинство новобранцев Первой мировой войны Призывники из 339-го полка прошли непродолжительную подготовку, и их без долгих промедлений отправили в Англию Большая часть пехотинцев отправилась во Францию, где они познали все ужасы Западного фронта, а Костело с товарищами, прослушав лекцию прославленного исследователя Эрнеста Шиклтона Эрнест Шачклитон, о выживании в холодную погоду, поехал на север, чтобы познакомиться с собственной версией военного ада Когда 339-й полк высадился в Архангельске, его разделили на подразделения Это уже была не складская охрана, а действующая боевая часть, получившая задачу вступить в бой с большевиками и вернуть захваченные на складах припасы Среди них было не только оружие, но также медицинское оборудование, медикаменты, продовольствие, всевозможные металлические изделия, драгоценности, лодки и подвижной железнодорожный состав Чтобы у читателя не возникло сомнений в том, что задача у прибывших в Россию американцев изменилась Нильсон рассказывает нам, что на Абазерскую союзники доставили бронепоезд устрашающего вида, ощетинившийся пулеметами и корабельными орудиями Между тем, было оборудовано летное поле, собраны войска в составе поляков, французов, британцев и русских А британцы издали приказ о проведении агрессивного патрулирования и напомнили, что войска должны вести наступательную войну, а не оборонительную Нильсон описывает многочисленные стычки между союзниками и большевиками Бесконечный и жестокий бой на ужасном холоде, от которого замерзали не только люди, но и пулеметы После одного ожесточенного боя возле села Карпогоры солдаты страшно замерзли и устали, проведя двое суток без сна и еды Нильсон пишет об этом без обиняков, к тому времени, когда кто-то сказал рядовому турману из 339-го пехотного полка, что он обморозился, и что у него на шинели налипли ошметки Его павших товарищей, Малм и Питц уже были мертвы, и лежали скрючившись на санях К концу октября, когда температура уже опустилась ниже нуля, а снега в некоторых местах намело по колено Командование союзников, удобно расположившиеся на дачах в Архангельске, приказало своим починенным окопаться и подготовиться к долгой зиме Только в июне 1919 года, намного позже ноябрьского дня перемирия, американцы начнут покидать Россию Пока мальчишки из 339-го полка ждали транспортные суда, чтобы отправиться домой, они придумали себе кличку «Белые медведи» Так они хотели показать, что им довелось пережить за 9 месяцев бесцельного пребывания в России Они так и не вернули те припасы, охранять которые их отправили Нильсон приводит слова лейтенанта Джона Кюдахи, Ион Чудай, из богатой висконсинской семьи, который позже станет американским послом в Бельгии и Польше Он лучше всех подвел итог этой операции, когда последний батальон отправился морем из Архангельска Ни один солдат даже смутно не понимал, зачем они там воевали, и ради чего пали их товарищи Говард Вельшафер наверняка согласился бы с ним Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ